Так, а еще раз, как назывался этот фильм? «Червоный». «Червоный», да? И ты в нем сам играл отрицательного персонажа, да? Вертухая, да? Да. Кому не отстало, да? Да. А кто режиссер еще раз? Филиппов. Не помню имя, отчество, короче. И уже в этом году этот фильм? Ну, кричали, кричали, что в этом. В марте. Сейчас налево, 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 налево. Будет презентация, но так ее еще не было, да? Не, не презентация, а вообще будет показывать. Но они уже делали такой пред, как это называется, предвыпускной просмотр. Наши Криворские красные лужи. Где было, ну, бас, человек, ну, там, дистрибьюторы и прочее. Ну, вот я же рассказывал. Вот когда я во Львов поехал, я встретился с главным героем, Макулой Борезовым. Он сказал, что приезжал во Львов Филиппов этот продюсер и, ну, на уровне разговоров его хотят приурочить к показанию независимости. А кричали год назад, чтобы показывать, ну, ровно через год, как раз в марте. В марте начали снимать, в марте и показывать должны. Ну, вот уже март, ну, вот должны где-то в середине, судя по старым планам, его показывать. Ну, тизер пока можно посмотреть. И вот, сейчас, вот, вот он, начинается наборчик. Здесь, значит, церковь была Александра Невского. В 64-м году его большевики разрушили. И правда, вау. Прямо, прямо дальше. Вау, в мурашки аж побежали. Заедем в ворота? Да, я думаю, не стоит, зачем заезжать. Ну, выйдем, зайдем. А, да тут там что-то набросано. Ебалки. Начальник углубанных. Вот здесь зэки выстраивались, когда перед ними выступал на этом подиуме майор Абрамов, начальник лагеря. А вот в этом домике была его, как бы, халупа. Он там заседал. Тут была такая сцена, могу вас произвести сейчас. Чтобы вы заранее уже знали, чтобы рассказать. Нет, только снимать не надо. Это фигня, я же не актер, я просто скажу, короче. Значит, вот тут зэки стоят все. А у них была такая фишка. Ну, Червоному нужно было как-то вот, чтобы поднять восстание. Ему нужно было не только, там же были его бандеровцы, да? Но там были лесные братья, там были блатные зэки. Ему нужно было со всеми объединиться. И он как начинал это все дело. Он был один день, где они в этих штольнях работали. А по закону, если они план перевыполнили, а они специально его хотели перевыполнить, им полагался выходной. Ну, а эти забыли ж, руководство лагеря администрации, что выходной. Типа, я не могу посмотреть. Я чувствовал, как он подходит, чтобы вовремя туда-сюда, короче. Раз бы он так закрыл дверь, что у меня, как палец распигачил палец, кровь шла. У нас были иночные съемки, я три дня снимался. Мы сутки снимали в 12 часов, но я много не хотел, хотя я мог сниматься каждый день, как хотел. Там массовка была нужна. Если секрет, то, как же массовку платят. Что вы видите? За день? Да. Ну, чистая шутка. Это фигня полная, потому что... Ладно, я бы за 8 часов, я бы еще ходил. А так, 12 часов в сутки, и так каждый день, честно, если ты главный герой, тебе интерес. Табличка с номером по похоронению. Вот это здесь. Судьба здесь очень много, но вот это взяли... Слав, возьми сувенирчик. Все равно... Блин. Все, уже все равно порвало. Ну, что они пистыли? Ну, это нельзя, ну, вы же не такие, как они. Хорошо.